В Омской области учительницу сельской школы оштрафовали за пикет против закрытия учебного заведения. Все случилось в деревне Аксенова, где несколько недель назад школу признали аварийной. Примечательно, что не перед началом учебного года произошло, а совсем недавно, то есть еще в августе, образовательное учреждение прошло все проверки, необходимые согласования, чинуши дали одобрям, типа можно учиться, ага, потом бах, и аварийное здание-то оказалось, вот это да. Теперь аксеновским детям придется мотаться в соседний поселок за 10 километров, ну да, а учителей вообще поувольняли, хотя уверяют, мы ремонт собрались сделать, но при этом, при ремонте, как мне кажется, персонал не увольняют, нет, ну да не об этом хотел сказать. Народ местный, как принято, в нашей стране предпочел промолчать и проглотить, нашлась одна неравнодушная, вышла в пикет, сказала, не верю я вам, оставите нас вообще без школы, итог, 5 тысяч штрафа посуду улепили, и никто из поселковых ту учительницу даже не поддержал. Хотя я, например, женщину очень даже понимаю, но на самом деле нет уже доверия к российским чиновникам, все время врут, поэтому гарантий, что не обманут в этот раз снова никаких. Расскажу очередную историю из личного. Моя теща живет под Екатеринбургом, есть там такой поселок из-за плит, ну как поселок. Официально эта территория считается районом города, но до большой земли оттуда нужно еще добраться. Одна единственная дорога, один единственный автобус ходит одного единственного маршрута. Население поселка более двух тысяч человек, и это только те, кто прописаны. Еще столько же, если не больше, живут там на правах дачников. Короче, была в свое время на изоплите полноценная девятилетка, ну действительно нормальная школа, была действующая. 8 лет назад школу закрыли на ремонт, потом, правда, оказалось, что не совсем на ремонт, там проблемы с финансированием еще были. Вопрос сегодня находится в стадии обсуждения, в том числе с территориальным обществом изоплит, которые здесь находятся, в этом поселке. И, конечно, с родителями о том, как дальше будет жить, работать это образовательное учреждение. В районной администрации заявляют о расформировании школы в изоплите пока речи не идет. Судьба 33-й может поменяться только в будущем году. И вот прошли годы, как думаете, что стало-то со школой, а я вам отвечу, ничего. Как закрыли, так и привет родителям. Детей приходится по-прежнему возить к черту на рога, причем на перекладных. Никаких школьных автобусов администрации не предоставляет, здание школы стоит и рассыпается. Понимаете, всю абсурдность ситуации, несколько тысяч человек живут на этом изоплите, а детям учиться негде. И ладно бы строить, нужно было что-то с нуля. Нет, оно уже есть. Здание, в смысле готовая школа, чуть подремонтируйте и вперед. Учение свет, не учение, чуть свет на работу. Нафига, козе баян. И я сейчас говорил о городе-миллионнике, а посему судьбу аксеновского пансиона уже сейчас. Несложно предугадать, мужская Лен, встаем 20 лет. Люди, наши, все. Это реальная журналистика о прекрасном сегодня, как обычно. Поехали! Дамы и господа, приближается Новый год, и мы с коллегами решили в это непростое время помочь детам-сиротам из моего родного Екатеринбурга. Нескольким детским домам собираем деньги на подарки. Кто сколько может, четких рамок нет. Если все получится, обязательно съездим, обязательно поздравим ребятишек. Принять участие можно, перейдя по ссылке, она сразу под видео. Там все очень просто, разберетесь. Не уговариваю, но призываю. Об экономике давно не говорили, которая, между прочим, тоже рывками и прорывами изобилует. В начале недели стало известно, что в России в ближайшее время могут отозвать лицензии сразу, внимание, 35 банков. Не у трех и не у пяти, у тридцати пяти. Надо ли объяснять, какой задницы мы причалили? Надо ли объяснять, какое количество безработных образуется на рынке труда, где и так-то протолкнуться негде? Надо ли объяснять, сколько народу рискует потерять сбережения, вклады, бизнес? Это печальный факт, но как только становится известно об отзыве лицензии у того или иного банка, деньги со счетов можно даже не пытаться снимать, гуляй, Вася. Тебе прямая дорога в агентство по страхованию, которое, впрочем, выплатит лишь полтора миллиона, если у тебя лежало больше. Просто забудь. И вот, 35 банков могут сейчас разом схлопнуться. Таких эфир даже в 90-е не проворачивали. Это нормально, поэтому регулятор в лице Центробанка вправе порядок там наводить. Я считаю, что это правильный подход. Более того, это не разовое мероприятие. Раз махнули шашкой, 35 вывесок этих банков отлетело. Это планомерное, ну и судя по тому. Вот именно это нормально. Это планомерная работа по уничтожению российской экономики. Твою мать, а где обещанная поддержка бизнесу, которую Мишустин обещал, Путин? Да все они обещали, всей кодлой, когда кризис только возник. Да мы, да ах, да ух. Мы хотим, чтобы предприниматели сохранили свой бизнес и деловых партнеров. А сотрудники рабочие места и уверенность в завтрашнем дне. Да-да-да, они так хотели, чтобы предприниматели сохранили бизнес, что спустя 8 месяцев после этого эпичного заявления 35 банков оказались на грани дефолта. Теперь давайте поясню, почему это произошло. А дело в том, что любой финансовый институт нормально функционирует только в условиях жизнеспособной экономики. Что это значит? Смотрите. За счет чего живут банкиры? За счет того, что кредитуют население, бизнес, за счет того, что деньги по их счетам ходят туда-сюда. То есть это целая цепочка, получается один большой маховик на пальцах. Когда хорошо живет простой гражданин, если у него есть на что хорошо жить, он будет тратить деньги, верно? Он будет вливать их в экономику. Человек, например, придет в магазин и потратит там много. Значит, коммерсант заработает много. Значит, банкир заработает много. Значит, экономика подрастет. Если гражданин будет полностью уверен в завтрашнем дне, при необходимости он прокредитуется и опять потратит деньги на какие-то товары и услуги, снова даст заработать предпринимателю, банкиру. Снова вольет средства в экономику. Вот так вот это работает и только так. В нищих же странах, где у власти сидит болван, который он его не понимает и делает все, чтобы человеку не на что было купить кусок колбасы, не будет колбасной промышленности. А значит, не будет колбасных заводов, магазинов. А значит, не будет банков, налогов, рабочих мест, ну и так далее. Соответственно, не будет экономики. Такая страна обречена, это не я придумал. Это закон сообщающихся сосудов. В одном месте прибыло, значит, в другом убыло. И наоборот, для того, чтобы достать копеечку из тумбочки, в эту тумбочку нужно сперва что-то положить. Сама по себе копеечка там и не материализуется. Не совсем в тему, но в данной ситуации человек прав. Самая главная наша проблема заключается в том, что у нас разного рода присосок в виде госслужащих, управленцев. Еще хрен победишь, кого намного больше, чем людей, задействованных в реальном секторе экономики. На одного рабочего, производящего какую-то единицу продукции, приходится целая куча дармоедов. Начальник, контролер, чиновник, депутат, ну и так далее. Я уже много раз говорил и повторюсь. В сегодняшней России с 78 миллионов работающих граждан, 35 миллионов человек – это бюджетники. Половина, блин. Да, с точки зрения электората, в смысле, если смотреть на этих людей, как на избирателей, оно классно. Конкретный пример приведу даже сейчас. В условиях пандемии и кризиса оно работает. Объявил Путин самоизоляцию с сохранением заработной платы. И сидят, значит, эти бюджетники дома, нифига не делают, но зарплата-то капает. Чего им такого Путина не любить? А вот теперь предлагаю посмотреть на ту же ситуацию, только с точки зрения реального налогоплательщика. То есть того, кто не получает бабки из бюджета, а кладет их туда. Да у него на шее висит один бюджетник уже, как минимум. Только что выяснили. А еще в стране есть дети. Старики, безработные, больные, немощные. То есть у каждого безработного получается уже по 3-4-5 спиногрызов на горбу сидят. Если раньше человека хоть немного разгружали поступления от продажи сырьевых ресурсов, например, сегодня все. Он эту араву кормит сам, без ансамбля, так сказать. В 21-м году Минфин закладывает увеличение сбора в федеральную костну на триллион рублей вместо 17,8 триллионов в следующем году. Государство ждет 18,8 триллионов рублей. Молодцы все-таки. Бизнес падает. Экономики сыпятся. У Минфина все хорошо. Давайте соберем больше. Давайте сострижем еще шкуру. К чему я это? Друзья, это все, что нужно знать о нашем светлом будущем, которого нет и которое с каждым днем становится все более призрачным. Мы в опе. Такая вот экономическая программа сегодня получилась. Мне бы хотелось, чтобы ее увидели именно бюджетники, уверенные. О, моя-то в заднице в тепле. Как-нибудь переживем этот кризис. Какая-никакая зарплата есть уже неплохо. Да нет, господа. Помните про тумбочку. Если та тумбочка не будет своевременно пополняться, то и ваши задницы греть окажется нечем. А в данный момент мы как раз движемся в этом направлении. В предыдущих выпусках рассказывал 4,5 триллиона. Ожидаемая же о дырах бюджетей по текущему году и взять деньги неоткуда. Если вы наивно полагаете, что ребята оттуда заберут их у олигархов или, о чудо, поделятся своим. Вы очень сильно заблуждаетесь. Все. Это была реальная журналистика. Сегодня вот так. Благодарю кафе Фаина Раневская за предоставленное помещение для съемок. Заглядывайте. Я вообще тут часто бываю. Пообщаемся. На второй канал подписывайтесь. Мы создаем его для того, чтобы противостоять цензуре со стороны Ютьюба. В том числе очень важна ваша помощь и поддержка. В соцсетях тоже жду. В друзья добавляйте системы. Что вы предлагаете поднимем, мы обсудим, а я засим. Спешу откланяться пока. Пока.